Всем привет! На связи Николай Экхолс, аналитик по дизайну человека. И в этом видео мы разбираемся с 19-й гексаграммой Идзин. 19-я гексаграмма потребностей племенная. Устраивайтесь поудобнее от ключей до всех линий. Полное описание. Поехали! В первую очередь давайте обратимся ко второму названию гексаграммы подход, потребности и подход. Подход через потребности. Именно это, учитывая и принимая во внимание то, что это еще и племенная группа контуров, конечно же, наводит нас на определенные мысли, о чем здесь сейчас пойдет речь, из чего начинается то самое корневое давление, давление потребностей, которое через подход решает их, решает и удовлетворяет свои собственные потребности. И, конечно же, делает это через удовлетворение потребностей своего племенного окружения. 19-е ворота — это племенные ворота. Это брак по расчету. Действительно, 19-е ворота — это завхоз племени. Это тот самый распределитель и тот самый ответственный за удовлетворение своих и не только своих потребностей. Чтобы в племени все были сыты, одеты, у всех было какое-то тепло и какое-то свое занятие. Иными словами, это некий базис и это самая нижняя ступень племенной иерархии во всем контуре эго. Люди с 19-ми воротами — это прирожденные маркетологи в узком профессиональном смысле и достаточно в широком житейском. По-настоящему чувствуют потребности, по-настоящему чувствуют те самые нужды, ну и, конечно же, умеют их удовлетворить. Так или иначе, как правило, через корневое продавливание, 19-е ворота получают то, что им необходимо. Ну а гексограмма, подход, вот этот вот ключ, конечно же, говорит о том, что я это сделаю достаточно красиво. Я это сделаю достаточно рыночно. Ты мне, я тебе, дашь, надашь. Именно поэтому с 19-ми воротами как раз, к примеру, женщина может выходить замуж по расчету. Тебе нужен секс, а мне негде жить. Тебе нужен статус женатого человека, а, например, я буду просто получать от тебя деньги. Это не означает, что это только про женщин. То же самое и с мужчинами, и в любом другом сочетании. 19-е ворота просто обречены на глубокое чувствование и давление, реализацию его и разрежение в сторону удовлетворения своих собственных потребностей. И в этом, кстати, они совершенно невинны. Одним из достаточно важных ключей к пониманию 19-й гексограммы является позиция win-win. И я выигрываю, и ты выигрываешь. На самом деле, вроде бы звучит очевидно, но мы увидим, когда будем разбирать каждую линию по своим ключам в экзальтации и детрименте, это не всегда так. И не всегда начинается с удовлетворения своих потребностей. Ну и, конечно же, важным ключом для 19-х ворот является жертва или отвержение. Отвержение для 19-х ворот — это смерти подобная история. Когда из племени выгоняют кого-либо, он умирает. Это мудрость именно из племенного контура. И, конечно же, 19-е ворота, которые не понимают, за что их отвергают, будут очень сильно злиться, фрустрировать, а иногда даже мстить. Наоборот, в обратную сторону 19-е ворота могут инициировать отвержение какого-либо другого члена племени, если они чувствуют, что он совершенно и никаким образом не делает свой племенной вклад в общее дело, в общее изобилие и в общее процветание. Ну и, конечно же, 19-ю гексограмму потребностей нельзя не рассматривать с точки зрения мандала дизайна человека и ее полярности. Четверть мутаций — мутирующее давление. С одной стороны, казалось бы, где племенной контур, контур эго и мутация. Но именно 19-е ворота, которые смотрят в своей полярности в 33-е уединение ретрита, это ворота, которые и приводят к той самой мутации через жертву, сделку, отвержение, удовлетворение и какие-то новые подходы для того, чтобы все были довольны, а 19-е ворота получали свое племенное признание. Ну что же, начинаем двигаться в сторону линии, но перед тем традиционно прочитаем базовое определение гексограммы. То, что все вещи взаимосвязаны, очевидно и проявляется через приближение. Приближение здесь как раз на уровне потребностей, но самый главный ключ здесь действительно взаимосвязь. Ты мне, я тебе. Я тебе окажу услугу, ты должен будешь. Слышали такое наверняка в своей жизни? Конечно же, это именно здесь. Это именно паттерн, это сценарий 19-х ворот. 19-е гексограммы, которая именно через такие, в каком-то смысле, рыночные или товарно-денежные отношения продвигается в племени, ну и, конечно же, решает свои задачи. Я думаю, что теперь уже есть хороший разогрев. Давайте идти глубже на уровень линий. Первая линия. Исследователь. Исследователь в 19-е гексограммы. Главный ключ – взаимозависимость. Взаимозависимость здесь появляется ровно тогда, когда исследователь начинает только-только строить то самое основание. В экзальтации все идет нормально, неплохо, своим чередом. Исследователь исследует поляну, собирает потребности участников племени, ну и, конечно же, не забывает про себя. Он не теряет свою идентичность, помнит о себя и держит тот самый баланс вин-вин. Ну и традиционно, практически во всех детриментах данной гексограммы вы увидите и в первой линии тоже страх. Страх отвержения, замирания из этого страха, потери той самой идентичности только не угоняйте. Страх исследователя буквально искажает, он забывает про свои потребности, идет к себе в ущерб. И это, конечно же, достаточно тяжелое проживание 19-е гексограммы в падении. Вторая линия – тот самый естественный отшельник. Что он может принести в племя в теме 19-е гексограммы? Когда отшельник надевает на себя доспехи 19-е гексограммы потребностей, появляется ключ служения. Служение – это как раз тот самый естественный подход, где через тему удовлетворения своих и не своих потребностей, во всем естестве и во всей красоте, отшельник будет самореализовываться. В экзальтации действительно звучат именно такие ключи – желание быть полезным, преданность высшим ценностям. Все это отшельник делает естественно, спокойно, непринужденно. Достаточно приятно наблюдать за проявлением такой гексограммы и активации в экзальтации, потому что все идет достаточно легко и как будто бы даже без особых затрат усилий. Ну а в детрименте, как всегда, начинается нерешительность. Нерешительность, чрезмерный вклад, активничание из ума – это все, конечно же, немножечко искажает ту самую красоту и легкость естественности отшельника, и появляется вот эта вот нерешительность, а можно даже сказать и какие-то страхи или опасения. Опасения того, что я недостаточно хорош, недостаточно сделал вклад, что племя меня вот-вот отвергнет. Третья линия – мученик. Третья линия в 19 гексограмме – это преданность. В принципе, а что еще мученик может дать? Он будет настоящим преданным служителем, преданным тестировщиком, преданным исследователем и человеком, который проверяет подлинность потребностей как своих, так и чужих. В экзальтации постоянно звучит слово «легкость». Легкость. Легкость общения, коммуникации и, конечно же, признания. Да, понятно, что третья линия – это все-таки всегда третья линия. Это мученик, который неудобен, который все время подбрасывает что-то, что требует проверки, улучшения, совершенствования, шлифования, а может быть вообще преобразования. Но, тем не менее, есть легкость. И из этой легкости приходит та самая преданность и признание племени. Ну и, как мы понимаем, конечно же, легкости не получается в детрименте. В детрименте – обиды, в детрименте – слезы, в детрименте – какая-то тяжесть, перепады настроения, мученика. То получается достаточно легко скользить, тестировать и исследовать, отбраковывая все лишнее. То он цепляется, он застревает. Люди говорят ему «иди сюда, что это ты тут такое говоришь, предлагаешь и делаешь». Конечно же, здесь есть много сопротивления, здесь есть много обиды. И, конечно же, здесь очень много принесено эгоистичного, где мученик, как это вообще в базовом определении линии говорится, начинает возвышать сам себя через свои страдания и мученические опыты. Четвертая линия – это уже начало верхней триграммы. Это псевдо-трансперсональная линия. Здесь начинается уже контекст взаимодействия с окружением. То есть не персонально, не пи-ту-пи, а именно с окружением, со своим электоратом. Аппортунист – ключ четвертой гексаграмме, командный игрок. Здесь все очень просто в экзальтации. Движущая сила, полезная всем. Все понятно. Есть влиятельный центр, есть оппортунист, есть вот этот вот коммуникатор и центральный хаб какого-то комьюнити, племени. И это полезно всем. Ему, как оппортунисту, само собой разумеется, и, конечно же, всем остальным. А вот в детрименте, конечно же, есть оппортунист, конечно же, никуда не девается окружение и социум, но есть неудовлетворенность. Неудовлетворенность членами племени. Ты недостаточно хорош, ты слишком много ешь, ты слишком много требуешь и так далее и тому подобное. Здесь, конечно же, уже нет той самой, опять же, легкости подъема или экзальтации. Здесь есть какие-то межличностные терки, взаимодействия, непонятки. А оппортунист начинает буксовать и продвигается гораздо медленнее. Пятая линия, ключ, жертвоприношение. Еретик, жертва, жертвоприношение – это практически синонимы. А как я уже и говорил, один из важнейших ключей 19 гексограммы – это жертва. Жертва – это то, что нужно принести, то, чем нужно поступиться для того, чтобы получить еще больше результат. Что, кстати, нас всех и отличает от животных, ведь мы можем пойти на осознанные страдания для получения большего блага в будущем. В экзальтации здесь как раз именно про эту историю. Помните, еще есть ключи альтруисту пятой линии, есть еще ключи гринч в 16 гексограмме. Это все примерно где-то отсюда. Здесь есть определенный аскетизм пятой линии. Он добровольно отказывается сейчас потреблять и забирать из племени свою собственную долю. Он ее как бы вкладывает и инвестирует в рост своего авторитета, влиятельности, признания, ну и, конечно же, своего продвижения, чтобы позже пользоваться еще большими благами и за это время, конечно же, оптимизировать процессы в племени и в своем окружении. Вот никакой особой оптимизации нет в детерменте. Да, есть жертвоприношение, есть определенный аскетизм и какой-то уход от сиюминутного удовольствия потребления, но, тем не менее, есть какая-то покровительственная политика. Все-таки пятая линия сваливается на личности, что, как вы помните, я крайне всегда не рекомендую еретику, иначе он очень быстро оказывается на костре. Вот все-таки в 19 гексограмме вот это происходит. Еретик начинает покровительствовать, он начинает быть избирательным, он работает не с системой, а начинает переходить на личности. Ну и, конечно же, это его может до добра, как вы понимаете, не довести. Ну а шестой линии до потребностей племени, вообще говоря, не очень-то. Не очень-то это интересно. И интересные здесь, конечно же, ключи как в экзальтации, так и в детерменте. Давайте посмотрим. В экзальтации дурак на холме или мудрец, который будет прятаться, и если вы его найдете, он с вами поговорит. Или ключ уклонения. Уклонение от коммуникаций, от взаимодействия, от вообще всех этих мирских потребностей и всего остального. Шестой линии все это немножко душно. Непонятно зачем это. Это не ее уровень. Пусть этим занимаются все остальные. Именно поэтому очень часто шестая линия, особенно представители трансперсональной 6.2, 6.3, в быту могут быть вообще абы как. Бардак дома, в машине, в сумочке, где угодно. Эта история сплошь и рядом встречается с шестой линией, ведь она смотрит слишком далеко и высоко за горизонт. Ну а в детерменте еще и сюда добавляется тема отвержения. Угрюмый ребенок. Ребенок почему? Потому что требует еще и одобрения. Это не тот самый аскет, отшельник или дурак на холме. Нет, это угрюмый ребенок, который хочет, чтобы еще и им восхищались, чтобы его поддерживали, чтобы у него было признание. Ну а на самом деле, конечно же, очень часто в этом состоянии шестая линия вообще идет в племенной расход. Она становится жертвой. Ее приносят в жертву, делают козлом отпущение, ну или просто как-то ущемляют своих потребностей. Ну что же, вот такая девятнадцатая гексограмма. Я думаю, ничего не упустили. Надеюсь, что девятнадцатая гексограмма – племенная базовая энергия. Энергия, на самом деле, на которой и существует жизнь, зиждется взаимоотношение и стратегический подход к браку и семье, он весь здесь. Я надеюсь, что она стала вам ближе, понятнее, с точностью и глубиной до линии экзальтации и детриментов. Ну а это был полный обзор девятнадцатой гексограммы, и на связи был Николай Экхолс. Пока-пока.